Итоги уходящего понедельника Два не погибли. Накануне горел дом в первом дальнем переулке. Огнем повреждены потолок и стены. Какова причина ЧП? Борьба без ограничений. В Бобруйске прошел открытый чемпионат среди инвалидов-колясочников. Первый подобный турнир в истории Бобруйска. Ажиотаж немаленький. Более 50 участников. Кто победил? А также поставки в Россию. Зимний режим и осень за окном. Синоптики рассказали о погоде на вторник. Чего ждать? Стартовали мероприятия седьмого форума региона в Беларуси и России. Он проходит в понедельник и вторник в режиме видеоконференции. Форум посвящен теме «Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народа в Беларуси и России». Организованы пять секций по нескольким тематическим направлениям. Это парламентское сотрудничество, совместные экономические проекты, подвиг советского народа, Великой Отечественной войне, противодействие героизации нацизма и повышение активности сельской молодежи. Мы сегодня были на двух сердцах этого замечательного форума. Во-первых, запомнился хорошей логистикой, то, что можно принять участие на нескольких таких дискуссионных площадках. Во-вторых, это действительно не просто такое какое-то заседание, а полноценное место для дискуссии, где люди высказывали свои какие-то озабоченности, но не просто обменивались тревогами и какими-то ожиданиями, а предлагали конкретные проекты, конкретные пути решения тех проблемных вопросов, которые у нас существуют. Беларусь и Россия также планируют к 1 октября принципиально решить вопрос о действиях по отмене руминга. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства на форуме регионов Беларуси и России. Вопрос о подмене руминга был поднят еще в 2017. В декабре 2019 была утверждена соответствующая дорожная карта. В документе сказано, что плата за входящие звонки в руминге должна быть отменена не позднее сентября 2020-го. Курение едва не привело к трагедии. Накануне горел дом в первом дальнем переулке. О случившемся сообщили соседи. По информации МЧС, хозяин вместе со жительницей выпивали и курили. Вдруг начал клеить матрас, который парочка решила залить водой и ставить на диване. Сами легли спать в другой комнате. Когда проснулись, увидели клубы дыма, сразу выбежали из квартиры и попросили соседей вызвать спасателей. В результате пожара огнем повреждены потолок и стены, а также имущество в комнате. В соседней комнате закупчены стены и потолок. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Еще один дом горел в Бабино-1. Хозяйка загрузила посудомоечную машину и ушла на улицу. Позже соседи с верхнего этажа услышали сигнал пожарного извещателя. Вышли на балкон и увидели клубы дыма из соседской квартиры. Вызвали спасателей. Благодаря быстрому обнаружению пожара огонь успел повредить только посудомоечную машину и отделку стены. Причина пожара устанавливается. По факту пожара назначена пожарно-техническая экспертиза. Рассматриваемая версия – аварийный режим работы посудомоечной машины или удлинителя. Накануне бобруйским спасателям поступило сообщение о пожаре. Загорелся автомобиль «Форд Мондео» 1995 года выпуска на дворовой стоянке по 50 лет в ЛКС. О случившемся сообщил прохожий. К моменту прибытия спасателей салон горел открытым пламенем, которое полностью его уничтожило. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Уборка лена, сотрудничество с Россией и изменения в расписании. Минск-Транс перейдет на зимний режим. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Беларусь готова развивать сотрудничество с Псковской областью. Об этом во время встречи с губернатором российского региона заявил Александр Лукашенко. Белорусская сторона может предложить широкую линейку автомобильной техники и лифтовое оборудование, продукцию агропромышленного комплекса, свои технологии в области сельского хозяйства. Белавия временно отменила рейсы в Баку. Ограничения будут действовать как минимум неделю. С 28 сентября в Азербайджане введено военное положение. В связи с этим аэропорт в Баку был переведен на ограниченный режим работы. В Беларуси идет уборка льна. Под культуру в стране отведено свыше 47 тысяч гектаров. Это позволит полностью загрузить работы и перерабатывающие заводы, и круглый год получать прибыль. Теплая и сухая погода благоприятствует хорошему урожаю. Международные автобусы Минск-Транс с 25 октября перейдут на зимнее расписание. Такая информация размещена на сайте предприятия. График меняется в связи с переходом стран Европы на зимнее время. Изменения будут действовать по 27 марта 2021-го. В Могилевской области пройдут прямые телефонные линии. Задать свои вопросы можно будет 3 октября с 9 до 12. В Бобруске проконсультируют в госполкоме и администрациях районов. Одновременно прямую телефонную линию проведет и Руслан Страхер, заместитель председателя облсполкома. Номера для связи на ваших экранах. Стали очистцем происшествия? Бьетесь над решением набавляющей проблемы? Есть эксклюзив. Корреспонденты Бобрусь-360 готовы выход на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. В Беларуси от COVID-19 выздоровели и выписаны 74 167 пациентов. Зарегистрированы 77 946 человек с положительным тестом на коронавирус. Лаборатории провели 1 835 232 теста. Такие данные приводит Минздрав. Российский фонд прямых инвестиций объявил о поставке в Беларусь первой партии препарата от коронавируса. Планируется, что 1 октября в стране начнется вакцинирование добровольцев. Укол получат 100 человек. Клинические исследования пройдут в 8 медучреждениях Беларуси, выбранных в качестве исследовательских центров. Две белорусские клиники уже получили первую партию вакцины «Спутник Ви». Мы тоже, к сожалению, прирастаем. Этот рост носит характер постепенный, но такой неуклонный. Мы его ожидали, если было ранее чуть более 200 случаев заболеваний в сутки, то в последние несколько дней мы уже видим, что этот рост стал выше 300. Немногим более чем 300 и, к сожалению, остается почти 50%, чуть менее 50% это город Минск. По словам Дмитрия Пеневича, прирост заболевших назвать бурной вспышкой нельзя. В это же время главный врач страны призвал людей не игнорировать социальное дистанцирование и соблюдать другие меры предосторожности. Украина отменила запрет на въезд для иностранцев с 28 сентября. Различные ограничения на границе действовали с марта. Запрет на въезд иностранцам действовал с 27 августа. Открытый формат. В Бобруйске прошла спартакиада среди инвалидов-колясочников. Сюда съехались представители шести городов. В программе турнира «Дарт», «Стрельба», «Кульбуто», «Шашки» и «Эстафета» вся атмосфера топ-турнира в следующем материале. Открытый чемпионат города среди инвалидов-колясочников. Первый подобный турнир в истории Бобруйска. Ажиотаж немаленький. Более 50 участников. Старт спортивным баталиям назначено 11. Участники съезжаются за час до начала, пообщаться со знакомыми и подготовиться к соревнованиям. Местом борьбы за кубок чемпионов становится Бобруйск-арена. Благо спорткомплекс – безбарьерная среда. Во-первых, поддержать людей, которые немножко ограничены в движении, чтобы они не сидели дома, не чувствовали себя какими-то ущемленными людьми. То есть они, в принципе, такие же обычные люди, как и мы все. Немножечко, может быть, чуть-чуть отличаются в какой-то степени. И чтобы они не сидели. Спорт – это жизнь. Движение – это жизнь. Построение команд, слова приветствия, государственный гимн и напутствие. Пусть победит сильнейший. Турнир стартует. Холл Бобруйск-арена разделяют на секторы. Одни соревнуются в точности стрельбы из пневматического оружия, другие – в меткости метания дротика, третьи – сражаются умами, играют шашки. География участников широкая. Климович, Могилев, Орша, Жлобин, Бобруйск представляют сразу две сборные. Соперники все достойные. Очень сильная команда. Мозер – сильная команда, Жлобин – сильная команда. Бобруйск тоже. Самым зрелищным видом становятся эстафеты. Спортсменам нужно не только проявить координацию, но и показать быстрые секунды. По итогам чемпионата первое место занимают Климовичи. Серебряные награды достаются Могилевчанам. На третьей строчке размещаются спортсмены из Бобруйск-1. Да и награды, по словам самих участников, не самое главное. Хорошее настроение, эмоции, новые знакомства. Дороже любых медалей. Такие встречи – это, во-первых, встречи с друзьями, с близкими. Обмены эмоциями, энергиями. Во-вторых, азарт все-таки спортивный. И помериться силами – это же тоже всегда плюс. Это новое знакомство, это семьи, это друзья новые. Поэтому они очень нужны. Открытый чемпионат, по словам организаторов, должен на постоянной основе прописаться в Бобруйске. В 2021-м борьба за золото станет еще более бескомпромиссной. Максим Кемид, Владимир Гребеневич, Бобруйск-360. После теплых выходных в Бобруйск вернулась прохлада. Сквозь тучи выглядывало солнце. Столбик термометра достиг отметки в плюс 17. Надолго ли тренд? Анастасия Пахлёстова. Завтра в Беларуси ожидается переменная облачность. Ночью пройдут небольшие дожди. Продолжатся они днем. К утру сгустится туман. С юго-востока подует слабый ветер, который днем усилится. В отдельных районах прогремят грозы. Синоптики объявили желтый уровень опасности. Вторник не порадует жителей теплой погодой. Ночью воздух остынет до плюс 9. Днем максимально будет 21. Кажется, настало время привыкать к осенним капризам. В итальянском Моттефорте Ирпино объявлено чрезвычайное положение. На город обрушился оползень после проливных дождей. Улицы заполнились жидкой грязью. Местами она полностью скрыла первые этажи зданий. Повреждены сотни автомобилей. Спасательные службы приступили к ликвидации последствий. Почитать ущерб пока невозможно. В Европу пришла ранняя зима. Снег застал врасплох Австрию. Снежинки в сентябре – редкость даже для горных регионов страны. Некоторые части Зальцбурга и Тироля стали белоснежными после сильного ночного снегопада. Под Покром и Швейцария. По данным метеорологов, в горах на юго-востоке и юго-западе страны зафиксировали около 25 сантиметров осадков. Во вторник в Бобруйске будет ясная сухая погода. Временами покажется солнце, подует восточный ветер. Температура днем достигнет отметки в 19 градусов. Ночью будет 12 тепла. Анастасия Пахлёстова, Андрей Богдан. Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Следите за новостями в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Счастливо.